Здравствуйте! В эфире новости Карелии в студии Наталья Ильина. Коротко о некоторых темах этого дня. Мы еще никогда не строили судов с такой большой осадкой, которую в принципе невозможно спустить без дополнительных технических средств. На Онежском судостроительном заводе состоялся торжественный спуск на воду буксира «Помор». На этот год задача стоит восстановить на площади 28 тысячи гектар, но мы уверены, что и в этом году показатели будут также перевыкланы. Сад памяти в Прионежском районе Карелии стартовал летний сезон лесовосстановления. Мы в полной темноте запускаем посетителей в наш самый загадочный зал. Загадочный, потому что он очень удален во времени. Карелия приняла участие во Всероссийской ночи музеев. С сегодняшнего дня в Петрозаводске стоимость билета на некоторых маршрутах снижена с 37 до 35 рублей. Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский встретился с руководством транспортных компаний, недавно повысивших плату за проезд. По результатам переговоров принято решение о снижении стоимости проезда на 2 рубля на маршрутах номер 2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 27 и 29. Об этом Владимир Любарский сообщил на своей странице ВКонтакте и пообещал продолжить работу над решением транспортной проблемы в городе. Новую премию для писателей хотят учредить в Карелии. Об этом сообщил глава региона на церемонии открытия ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации. Встреча библиотекарей со всей страны должна была состояться еще в прошлом году и была приурочена к двум датам – 25-летию Российской библиотечной ассоциации и столетию Карелии. Но пандемия внесла свои корректировки. В связи с этим Петрозаводск носит звание библиотечной столицы России уже второй год подряд. Подробнее об открытии в нашем сюжете. Всероссийский библиотечный конгресс проходил в разных городах России 24 раза. Юбилейной 25-й библиотечной столицей стал Петрозаводск. Ежегодная конференция началась со знакомства с историей региона. Карелия – это и каменная книга древних поколений, и эпос «Калевала», и наше легендарное «Занижье». Державин, Рябинин и Федосова – каждый отличился в литературном деле. Есть гений российский. Рыдать. В рамках церемонии открытия главе Карелии вручили почетный знак – Петрозаводск – библиотечная столица России. После чего Артур Парфенчиков рассказал о создании новой премии для авторов. В ближайшее время учредить премию в честь великого державина, первого губернатора Алуниевской губернии и, конечно, великого русского поэта. И мы просто не можем эту память не сохранять. Основной темой Конгресса 2021 года стала библиотека 2030 года «Строим будущее вместе». Его участники решат, как развивать библиотечное дело в России и обсудят программу реализации стратегии, утвержденной правительством России в марте этого года. «У нас в стране 1,7 миллиарда томов книг. Это ценность необыкновенная. И нужно, чтобы она была доступна и сохранилась следующим поколением, чтобы это не было просто воспоминание. И, наконец, библиотека должна быть живой, отвечать на те потребности, которые есть у людей». В год пандемии библиотеки освоили новый формат. Пару месяцев назад Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге вышла на молодёжную интернет-площадку ТикТок. Сейчас у аккаунта 4 миллиона просмотров и почти 40 тысяч подписчиков. В Инстаграме национальной библиотеки Карелии подписчиков более полутора тысяч. На странице проходит интерактив, а также читатели знакомят с авторами, которые могут их увлечь. Так библиотеки создают интерес к литературе у молодёжи. В режиме онлайн транслируется и сам Конгресс. На конференции могут присутствовать библиотекари со всех уголков России. «99% тех, кто является полноправными членами, участниками Всероссийского библиотечного конгресса и нашей ежегодной конференции, сейчас находятся перед экранами компьютеров. Это громадная аудитория, аудитория, которой никогда не было на наших конгрессах». Всероссийский библиотечный конгресс продлится до 20 мая. Конференция даст возможность поделиться лучшими из наработанных практик и осмыслить, какие из них можно взять с собой в будущее – библиотеку 2030. Татьяна Калиева, Варвара Ирмоленко, Служба новостей. Более 300 человек приехали на участок лесного фонда в Прионежский район Карелии, чтобы посадить новый лес. Сад памяти появился на площади 9 гектаров. О том, как стартовал новый сезон лесовосстановления, расскажем в нашем следующем сюжете. Международная акция «Сад памяти» – инициатива Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев «Победы». Её задача – высадить 27 миллионов деревьев по всей России в память о погибших в Великой Отечественной войне. Участие в акции приняли представители органов власти, сотрудники управления МЧС по республике, школьники, студенты и неравнодушные жители. Посадка леса проходила на территории, арендованной Ладвинским леспромхозом на месте прошлогодней вырубки. Основными организаторами мероприятия выступили арендатор и Министерство природных ресурсов и экологии Карелии. На этот год задача стоит восстановить на площади 28 тысяч гектар, но мы уверены, что и в этом году показатели будут также перевыполнены. В этом году посадочный материал безвозмездно был предоставлен одним из питомников. 19 тысяч сосен с закрытой корневой системой выращены в тепличном комплексе в Видлице в Оланецком районе. Мы выращиваем сеянцы с закрытой корневой системой. Благодаря этому, конечно, и приживаемость этих сеянцев гораздо выше, чем у сеянцев с открытой корневой. Ожидается, что саженцы сада памяти будут высажены в 10 тысячах точек. По всей стране в акции примут участие не менее 2,5-3 миллионов людей и 25 тысяч волонтёров Победы. Почтут память героев и в странах СНГ. Алексей Неживёнок, Владислав Петров, Служба новостей. Валаамский монастырь начал принимать паломников. Ежегодно обитель посещает более 100 тысяч паломников и туристов. Однако в прошлом году из-за введённого карантина их число сократилось вдвое. Сейчас большинство санитарных ограничений для паломников снято. Необходимо лишь носить маску и стараться соблюдать дистанцию. На Валаам можно приехать в составе туристической или паломнической группы из Санкт-Петербурга, а также самостоятельно из Приозерской или Сартовалы, предварительно забронировав место на корабле и номер в гостинице. Торжественный спуск на воду буксира «Помор» состоялся на Онежском судостроительном заводе. Судно было спроектировано зарубежной компанией, собрано в Петрозаводске и отправится в Архангельск, выполнять задачи в ледовых условиях. На услуги «Помора» уже заключено несколько контрактов. Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл мероприятие, а заодно ознакомился с современными цифровыми технологиями, которые появились на судостроительном заводе. Вместе с ним и наша съёмочная группа. Спуск корабля на воду во многом напоминает церемонию крещения ребёнка. Сначала судно, как и дитя, получает имя. Буксир назвали «Помор». Затем ему выбирают крёстную мать, которая благословляет корабль. Дальше традиции немного расходятся, а новорождённое судно разбивает бутылку с шампанским. Она символизирует окропление головы святой водой. Пробка от бутылки хранится в каюте корабля, как оберег. Затем наступает заключительная часть ритуала. Корабль спускают на воду, ровно как ребёнка окунают в купель. Киль судна был заложен на Онежском заводе ровно год назад. Его постройка стала уникальным опытом для петрозаводских судостроителей. Мы ещё никогда не строили судов с такой большой осадкой. Который, в принципе, невозможно спустить без дополнительных технических средств и вывести в море внутренними водными путями. «Помор» первый в новой линейке типовых буксиров. 35-метровое судно имеет усиленный корпус, ледовые подкрепления и способно буксировать до 45 тонн. После окончательного спуска на воду будут проведены достроечные работы и испытания. Совсем скоро «Помор» отправится в Архангельск выполнять задачи по буксировке судов, водных объектов и сооружений в суровых арктических условиях. Не хуже многовековых обрядов уберечь судно от поломок и неприятностей поможет использование современных технологий при строительстве. Их уже внедряют в судопроизводство на Онежском заводе. 3D-моделирование будущих судов позволяет не только ускорить и упростить производство, но и предупредить возможные проблемы при строительстве и последующей эксплуатации корабля. А учебные тренажёры переместились в виртуальную реальность. Но это должен быть город всегда современных заводов, иначе он перестанет в каком-то смысле быть петрозаводским. И мы очень надеемся, мы сейчас с нашими партнёрами говорили из Росморпорта, что они оценят труд наших рабочих, наших судостроителей, и мы всё-таки с 2025 года получим ещё несколько заказов на вот такие уникальные суда. Онежский судостроительно-судоремонтный завод набирает обороты в изготовлении судов, планах постройка новых производственных площадей и выпуск всё более современных и крупных судов. Илья Лопухин, Максим Зверев, Служба новостей. Сейчас кадры, которые особо впечатлительным, лучше не смотреть. Зрители ралли под Санкт-Петербургом буквально чудом избежали травм во время проезда одного из автомобилей. За рулём был гонщик из Карелии Олег Лозинский. На повороте пилот не справился с управлением. На большой скорости машину стало заносить на обочину, где стояли люди. На кадрах видно, авто пролетело в считанных сантиметрах от них и несколько раз перевернулось. Всё происходило настолько быстро, что зрители даже не успели среагировать. Новая система позволит отправителю сгенерировать QR-код с определённой суммой, а получатель сможет забрать средства в любом банкомате, даже не являясь клиентом банка. В Карелии подтверждены ещё два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Скончались жители Сартовала и Петрозаводчанка. За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 53-х человек. Выздоровели 42 пациента. 27 карельских грибцов приняли участие во всероссийских соревнованиях «Майская регата» в Великом Новгороде. Все спортсмены – воспитанники Сартовальской спортивной школы. По итогам регаты в копилке карельской команды 8 медалей – 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. На газоне по улице Советской петрозаводчане обнаружили подозрительный предмет. Для его обследования выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Специалисты установили, что это ручная граната времён Великой Отечественной войны. Боеприпас подорвали в безопасном месте. Подросток со своим приятелем расплатился в цветочном магазине фальшивой купюры билета банка приколов. Работница заметила подлог только вечером при пересчёте кассы. Сдачу при продаже букета она выдала настоящими деньгами. Вскоре друзей задержала полиция. Возбуждено уголовное дело. В деревне Судолица на территории бывшей фирмы совхоза «Аланецкий» на 15-летнего подростка обрушилась стена заброшенного коровника. Ребёнок погиб под завалами. Прокуратура Карелии инициировала проверку, а следком возбудил уголовное дело. 15 мая ушёл из жизни Валерий Васильевич Назаренко, посвятивший многие годы работе в области гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасению людей в республике. До октября 2020 года он занимал должность первого заместителя Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Прощание с Валерием Васильевичем состоится 19 мая. с 12 до 13 часов в траурном зале номер 2 на улице Вольная, дом 4. Рекорд не состоялся. Чемпион Карелии по шашкам Степан Ипатов планировал провести самый массовый сеанс одновременной игры в России и побить предыдущее достижение. Ещё в советское время гроссмейстер Владимир Агафонов сыграл в один момент со 163 соперниками. Всего на баталию могли заявиться до 200 участников, но нужное количество желающих собрать не удалось. На мероприятие пришло 13 человек. На данный момент я являюсь чемпионом Карелии по шашкам. Я написал учебник. И в 2018 году я уже проводил подобное мероприятие, но там было 50 досок. Да, это был рекорд Карелии. Проходил в президентском и кадетском училище. Тогда я выиграл 50-0. И вот решил проводить свои силы на большем количестве досок. Но сегодня, к сожалению, участники не собрались. С теми, кто пришёл, массовый поединок всё же состоялся. Для них, любителей, начинающих или даже опытных игроков, это хорошая возможность побороться с таким сильным соперником. А для Степана Ипатова это хорошая практика для установки новых рекордов. В будущем он планирует довести дело до конца и сыграть партию против 200 человек. В минувшие выходные Карелия приняла участие во Всероссийской ночи музеях. Жители Петрозаводска смогли увидеть роботов-пожарных, погрузиться в мир старинной моды и даже пощекотать нервы, изучая археологию в полной темноте. Анна Касьянова выбрала самые необычные мероприятия и узнала, чем Ночь музеев отличается от обычной экскурсионной программы. В прошлом году Всероссийская Ночь музеев из-за пандемии прошла в онлайн-формате. Поэтому в этот раз музей Петрозаводска предоставили жителям и гостям Карельской столицы самую разнообразную программу. Помимо интереснейших экспозиций в музеях, они также смогли посетить творческие и спортивные мастер-классы, а также тематические экскурсии. Каждый нашел занятия по душе. Узнать об истории одного из самых древних орудий и научиться с ним обращаться смогли посетители музея-заповедника Кижи. Я тоже взяла лук в руки и попыталась внимать советам мастера. Тянем до лица, голову не нагибаем, позвоночник держим прямо. Вот так. Параллельно земле. Тяни. После пары десятков неудачных попыток запущенная мной стрела все же оказалась точно по центру мишени. Ниже, ниже, ниже. Вот так. О, десятка. Правда, это, пожалуй, счастливая случайность, чтобы по-настоящему научиться стрелять из лука. Нужны годы тренировок и немалое терпение. Воспитание духа, борьба с самим собой – это самое главное. То есть, борьба не с соперником, а борьба с самим собой. Как ты себя переборешь, когда ты растягиваешь лук, когда ты целишься в цель, так и будет. Для тех, кому оружие не по душе, активности на свежем воздухе тоже нашлись. Мастер-класс по вальсу, организованный Музеем промышленной истории и студией социальных танцев, помог его участникам поймать лирическое настроение. Помимо техники вальса, урок был направлен на уход от стереотипов и восприятия танца в качестве одного из способов социального взаимодействия. Танцы – это еще про общение. Про общение друг с другом, про движение друг с другом, про отдых, про релакс, про получение удовольствия здесь и сейчас. От того, что я чувствую своего партнера рядом. Задуматься о серьезных и важных темах смогли зрители документальной постановки «Зимняя война. Белая-черная», в которой сыграли юные артисты творческой лаборатории «Театрум». Спектакль уже был показан на многих площадках республики и фактически стал театральным открытием, поскольку поднимает глубокие морально-нравственные вопросы войны, о которой далекие от истории люди знают крайне мало. Кому был выгоден аншлюз? Кто приобрел студенты и кому помог Мюнхенский сговор? Ответ вы сами знаете. Исторически достоверные факты. И мы прежде всего показывали историкам местным. Они принимали у нас работу, но мы нищую сторону не занимаем. То есть у нас конкретно, мы рассказываем то, что было. Собственно, не беремся судить. Это в принципе все плохо. То есть война – это ужасно. Ненависть рождает ненависть. А любовь спасает мир. Выставка фотографий под названием «Инфанта Риблия. Трудный ребенок» в переводе с французского бесплатно работала в медиа-центре «Выход» для всех посетителей. Новый, необычный и невероятно искренний формат был придуман петербургским фотографом Александром Ушковым. Экспозиция представляет собой фотодневник, посвященный одному человеку. Герой каждой фотографии – знаменитая художница Антонина Юфа. Здесь как-то показано мое видение ее как личности. Она – трудный ребенок, так скажем, в хорошем смысле. Всем нам нужно оставаться детьми. Не нужно взрослеть так рано, быть серьезными. Прагматиков и любителей техники, а также самых юных посетителей тоже нашлось чем удивить. В детском музейном центре им показали роботов-пожарных. Гостям выставки рассказали о том, как работают железные укоротители огня, созданные инженерным центром пожарной робототехники ФР, и где их используют уже сегодня. Пожарный робот у нас применяется на объектах, на промышленных производствах. Если брать Карелию, то это Петрозаводская нефтебаза, КИЖИ, Петрозаводская ТЭЦ. Технический прогресс идет в ногу со временем, а мода цикличная и берет свое начало из древних веков. Слушатели лекции «Красота – страшная сила» во время ночи музеев узнали, как в старину одевались девушки Карелии и почему это важно для понимания современной моды. Они определяли по богатству наряда, какой достаток у семьи девушки, стоит ли к ней свататься, или даже не стоит ли замахиваться на это мероприятие, скорее всего, вам откажут. Самые отважные любители истории могут отправиться на экскурсию в Национальный музей Республики. Если за его пределами стоит Карельская белая ночь, здесь участники экскурсии будут находиться в полной темноте. Мы в полной темноте запускаем посетителей в наш самый загадочный зал. Загадочный, потому что он очень удален во времени. Мы изучаем эпоху каменного века, подсвечивая экспонатами лишь фонариками. Попасть на такую экскурсию можно лишь раз в году в Ночь музеев. Именно здесь можно по-настоящему прочувствовать древнюю историю и прикоснуться к ней, отстранившись от современности. Все происходящее напоминает сюжет фильма «Ночь музея» и кажется, будто не фонарик создал иллюзию движения, а первобытный человек очнулся от оцепенения и вот-вот покажет посетителям тайны древности. Это и есть то самое волшебство, ради которого все музеи страны раз в году ночью распахивают свои двери. Анна Касьянова, Максим Зверев, Служба новостей. Это все новости на сегодня. С вами была Наталья Ильина. До встречи.